Места предпринимателям. Здесь присутствуют предприниматели из Ялты. Помахайте ручками нами. Вот там есть. Есть предприниматели, которые до сих пор, выполняя решение Ливандийского поселкового совета об организации торговли на площади, стоя там уже с 2009 года, по тому отработанному плану, утвержденному генеральному, согласованному из представителей президента и со всеми, и ни на шаг мы от него до сих пор не отступили. Я рад, что сегодня сотня предпринимателей работают в парке Тайган и не ездят по южным берегам, и не заставляют решаться. Они днем на работе здесь общаются в прекрасном парке с туристами, рекламируя парк, продавая сувениры с символикой в том себе Тайгана. И вечером они дома в своей семье, и каждый из вас понимает, как это важно. Слона подарили с намеком, из корыстных целей, потому что чем быстрее приедут слоны, тем больше туристов будет в парке, тем больше у них пойдет оборот в торговлю. Ну, как-то так, я так понимаю. Но от этого все выигрывают, и самая надежная сделка всегда взаимовыгодная. Дорогие господа, я хотел бы сейчас вам наш вечер в разгаре, да, где мой ясик? Ясик экскурсию поел французу и искреннику. Сейчас, секунду. Я прошу вас сейчас посмотреть ролик Юлии Бердичевой, он называется «Мама». Да, и, ну, проникнуться и понять, что Олег Зубков дает интервью, Олег Зубков там на баррикадах. Но есть те, кто делает тяжелую, ежедневную, рутинную работу, и они в тени. Хотя, где мама? Я здесь. Мама, вас не спрячешь, конечно. Вы бы первые снижали у себя на сайте. Росту дадили. Поприветствуйте, мама. Мама. Она же теща, она заведующая парком Любовь Тайга. Оксана Олеговна, дочка мамы, моя жена, заведующая Ялтинским зоопарком сказка. Посмотрите, пожалуйста, этот душевный ролик, который, ну, очень-очень хорошо передает. И обратите внимание на руки Оксаны, посмотрите. Вот, посмотрите, чем она занимается, и поверьте, что это не показуха для фильма. Это было взято нарезки за многие-многие года, и поверьте, мы этим занимаемся и сегодня. Прошу вас, вагончик первый, Ялтинский зоопарк сказка.